Главное все в подготовке хорошо сделать, чтобы когда ты оглядывался назад, ты понимал, что за тобой нету ошибок, и когда у тебя проходит хорошая подготовка, ты увереннее себя намного чувствуешь, ты понимаешь, что ты проделал хорошую работу, я уже сразу в голове просчитываю, что я 800, короче, выиграл. Я всегда настраивался на тяжелые бои, и вот, ну что у него в углу никого по сути там, никого не было. Ну я думаю, что я буду с ними бороться, водиться и от этого улучшаться, не знаю, ну тяжело, тяжело думать о том, что я проиграю, ну что должно случиться для того, чтобы, допустим, ты проиграл. Ну, конечно, никто не отменяет факту, что Lucky Punch может быть там. SMMщики, я не знаю, все крипто-цыгане. Всем салам алейкум. Ассалам алейкум, брат. Алейкум ассалам. Какими судьбами в Москве, брат? В Москве, брат, на подкаст прилетел. Только из-за подкаста? Только из-за подкаста. А ты сейчас, брат, где базируешься у тебя? Ну я в Волграде, брат, бываю. Бывает, на сборы выезжаю. Допустим, вот перед боем сейчас в Дубае был, я за 15 дней до боя прилетел, чтобы акклиматизацию пройти. До этого, вот когда у меня в Екатеринбурге был бой, там тоже часовой поезд на 2 часа отличается, тоже за 10 дней прилетел. Чтобы максимально ответственно отнестись к бою, уже чуть заранее прилетаю. Насколько заранее прилетел? Зависит от того, где будет проходить бой, допустим. Допустим, в Екатеринбурге 2 часа у них вперед, из-за этого, чтобы подстроиться под часовой их поезд, приходится где-то за 7 дней, я думаю, нормально. Мне просто есть вот бойцы знакомых, которые приезжают, допустим, в Казахстан, а там тоже 2-3 часа вроде отличается от Баку. А, от Баку 4. Уверен? Да. Да, вот, ну короче, они говорят, что за 3 дня нормально, типа, почему-то. Хотя я тоже говорил, что лучше хотя бы за неделю поехать, да. Вот такие моменты. А в Дубай за сколько я поехал? В Дубай я прилетел за 2 недели до моего боя, ровно за 2 недели. Получается, в день боя уже 14 дней было. Ну, а акклиматизацию я полностью прошел, потому что в тот момент, когда уже второй раунд закончился, я возвращался к себе в угол. Я смотрел на соперника, он точно не прошел акклиматизацию, потому что там у него тяжелое состояние было. И так получилось, что в третьем раунде уже завершил его. В Дубай где тренер? Где готовился? В ТК ММА ходил, 9-7-1, и еще был зал, я забыл его название, тоже один из популярных залов там в Дубай. Тренер организовал? Ну, в основном, да, там тренер был. Как вообще, то есть по бою в целом, как тебе там драться, например? Ну, там, конечно, когда я первый раз приземлился и почувствовал их погоду, я думаю, я не знаю, куда вообще я попал. Печет, да? Очень сильно печет. Я как только с аэропорта вышел, я думал, это только здесь, наверное, такая сильная жара, потому что я не могу полный вдох взять. Метров 100-200 я прохожу, и я понимаю, что это везде такая жара. Днем вообще невозможно находиться на улице. Ну, единственный плюс, там висогонка очень хорошо проходит, я за 3-4 дня уже был в весе. Ну, собственно, как в Таиланде, ребята говорят, тоже ты идешь, и там уже 3-4 килограмма уходит из-за тренировок только. За счет жары или за счет чего? Да, за счет жары и влажность еще большая очень. Много воды уходит. 60-70% влажности там в Дубае. В целом, я это знал, но не думал, что на висогонку леет настолько. Как вообще в этот спорт ты пришел? Кто тебя привел? Как ты туда попал? У меня вообще отец спортом занимался, и поэтому с самого детства у меня прививал спорт. Я начал заниматься греко-римской борьбой, когда мы жили в Баку на протяжении полтора года. Потом, когда мы уже обратно переехали в Россию, год-два я учился и не занимался спортом, уже в 11 лет пошел на КУДО. После того, как я занимался КУДО, в 2016 году я перешел на вольную борьбу, и на протяжении полтора-двух годов занимался только исключительно вольной борьбой. И так получилось, что в 2018 году моего тренера покойного не стало по КУДО, и на его место пришел другой, чем мой близкий, и он начал тренировать. Он сказал, ну давай будешь чередовать день заниматься КУДО, день заниматься вольной борьбой, и так получалось. Я занимался один день КУДО и один день вольной борьбой. Потом так получилось, что намного чаще были соревнования по другим видам спорта, чем нежели по вольной борьбе. И я выступал, и у меня хорошо получалось, и я понял, что нет особых перспектив в Волгоградской области по вольной борьбе и добиться результатов. Занимался я под руководством Наримана Мерзабейковича. Перешел полностью в МАА. В 2018 году я заниматься начал, я дебютировал по любителям в Союзе МАА. Первый же бой я проиграл душающим приемом. После этого начал активно выступать по грепплингу, по боевому самбо, но не по ММА. По коплинксному единоборству, по рукопашному бою я выполнил норматив мастера спорта. И в 2019, когда я поехал на первенство Южного федерального округа, мне отказали там выступать. Тогда я уже начинал по мужикам выступать. Отказали почему? Потому что у меня не было российского гражданства, у меня было только вид на жительство. В 2020 году я уже, когда получил российский паспорт, в 2021 году я дебютировал на юниорском первенстве России и выиграл его. Красавчик. Твой же отца опять же. Отец поддерживал, то есть? Да. Отец, маму, все вместе поддерживали. Странно, да? Обычно все мамы у нас по истории обычно противом бывают? Да нет, как раз на раз не приходится. Эмиль тоже сидел когда-то. У меня тоже отец спортсмен. Не, я имею в виду мамы именно. Мама 50-50, бра. У меня бабушка каждый день мне голосовать отправлять, чтобы я завершил, оставил этот спорт. Она говорит, ты чемпионом мира стал, что тебе еще надо, говорит. Она просто не разбирает, что такое профессиональные бои. По-моему, они где сейчас? У тебя в Азербайджане живут, у тебя родственники? В Грузии. В Грузии все. Да, все в Грузии живут. В Грузии с Демониси? Да, с Демониси. Все, понял. Может, чуть вперед. Можешь прыгать, брат. Да, на самом деле. Грузия, вот как вот, если мы коснулись Дубая, как тебе там, в принципе, выступление, как себя чувствовало? Как по сопернику? В принципе, неуступчивый такой был соперник интересный. Показалось, что тебе было моментом тяжело подобрать ключи такой. Что расскажешь? Наверное, все-таки я больше осторожничал. Все-таки я чувствовал, что в борьбе и в физических кондициях я точно был лучше него. Наверное, я переоценил его стойку и осторожничал, и бой не таким ярким получился, как обычно у меня бывает. Чисто аккуратно, как по книжке, вышел, сделал свое дело. Конечно, недоволен своим выступлением был после того, как бой закончился. Потому что не та позиция была, чтобы я в третьем раунде его финишировал. Я всегда сравниваю себя с самыми лучшими бойцами. Особенно, когда мы видим то, что ты с более сильными бойцами заканчиваешь в первом раунде. Интересно, почему так получилось? Не знал просто, что от него ожидать. Соперник тоже 5-0 был. У него до этого бои были тоже очень хорошие. Он там всех, по-моему, у него тоже все 5 досрочно. Я просто не знал, что от него ожидать. И у них совсем другая борьба, совсем другое ведение боя, знаешь. И поэтому так получилось, что чуть поосторожничал. Уже в третьем раунде, даже не с полным захватом, уже задушил его. Просматривали бои его? Да, просматривали, но там практически не было. Только 1-2 боя я нашел его. Азар, вот ты как вообще подходишь с тренерским штабом? Некоторые смотрят бои, да, заперед. И как-то делают акцент на сильных сторонах соперника. И уже работают от него, скажем так. А ты как, на свою сильную сторону делаешь акцент или все-таки... На слабую сторону соперника делал акцент. И сильные тоже, и слабые тоже. Мы ищем с тренером красные зоны, в которых, допустим, моему сопернику будет неудобно находиться. У каждого же своя база, кто-то ударник, кто-то борец. И находим ту зону, в которой он будет себя дискомфортно чувствовать. И будем максимально давить в эту зону. Тренер вдвоем или он тренер просто готовит тактику? Вдвоем с тренером. Тебя он тоже слушает, все твои предложения. Мы обговариваемся вместе. Я думаю, я уже немаленький ребенок и чуть-чуть в боях тоже разбираюсь. Где-то я могу с другой стороны посмотреть. Все равно я выхожу в октагон, я больше все это чувствую. Ну, конечно, тренера прислушиваюсь. Скажи, а вот как вот твой кемп устроен, скажем так? Допустим, у тебя вот через два месяца условно будет бой. И как ты к нему подходишь? Не сейчас именно, а в целом. То есть у тебя есть какая-то подготовка, пару недель, может, в Волгограде, потом ты переезжаешь сюда или уезжаешь в другое место. И кто это ведет? То есть у тебя есть наставник один, как мы понимаем. Кроме него, есть ли у тебя какие-то тренера по каким-то дисциплинам? Или ты как-то сам уже? Других тренеров, наверное, все-таки нет. Я в основном подвожусь к боям так, что физические кондиции начинаю делать поначалу, как только узнаю бои. В середине подготовки я делаю больше спарринги, и уже под конец, когда уже начинается весогонка, более тактическая работа, координационная и визуализация боя. Как пройдет, что может быть. Ставлю себя в худшие позиции, в которых я могу оказаться в бою. И как-то так проходит все. Как у тебя дела с дыханием? Пока не подводила. А, Дуля, все хорошо. Учитывая, что бои рано заканчивались, ты вообще как этот не думал, что следующий или через бой, в зависимости от соперников, попробовать, типа, подольше потянуть? Я всегда настраивался, на самом деле, на тяжелые бои. Даже когда я с Лаврентиевым дрался, я даже не думал, что так рано бой закончится, потому что соперник, как сами знаете, именитый и уже в топах себя зарекомендовал. Даже я не ожидал, что он от такого легкого попадания упадет. Из твоих вот этих боев какой, ты думаешь, самый такой яркий? Ну, какой больше всего тебе, наверное? Наверное, все-таки с Лаврентием яркий. И Катик, который был. А когда он тебе попал вот и растек, ты почувствовал сильно? Я вообще не почувствовал. Я только после боя, когда пересматривал, я понял, что у меня локтем попало. В этот момент я даже не почувствовал, потому что я сразу нырнул в ноги, перевел его. И потом, когда кровь пошла, я думаю, это его кровь, не думал, что моя. И где-то, когда уже спину забрал полностью, растянул его, тогда уже понял, что это моя кровь и быстро начал его добивать. Потому что если сечка большая была бы, бой в Екатеринбурге, соперник с Екатеринбурга представляет Хангел Михаил, я думаю, они могли бы сделать так, что остановили бы врачи бой. Во время попадания показалось, что ты был в дроге. Ты сам говорил во многих интервью, что нет, ты не почувствовал. Вот визуально, мне кажется, было, да? Ну, чуть-чуть, подкосило, как будто чуть-чуть. Это все-таки не было, да? Не, меня в любителях отправляли в нокдаун, поэтому я уже знаю, что это за чувство. Такого, чтобы не было, что я в нокдауне был или потерял как-то контроль. И полностью все контролировал. Насчет RCC или Дубая, после твоих боев, Клименко много говорил о тебе. Не было ли каких-то предложений у них есть, ну, сильный клуб довольно, Хангел Михаил, может быть, какие-то спортсменские предложения вступить в команду, еще что-то? Были предложения, конечно, они хотели, чтобы я стал бойцом их команды. Но у нас с тренером есть свои планы, и не хочу я переезжать в Екатеринбург. Я думаю, дай бог, у нас все получится. То есть у них обязательства ты переезжаешь в Екатеринбург? Ну, вообще, все эти контрактные условия обговариваются. У нас как-то все не до конца сложилось. Ну, я думаю, и Клименко сам понял, и мы, и то, что не получится так, что я буду за Архангела Михаила, скорее всего, выступать. Сейчас твои дела ведет твой тренер, верно? Да. У меня есть информация, скажем так, в слухе, что он забирает 50%. Это правильно? Сколько? 50. 50? Нет, это слухи. Слухи? Да. Я просто подумал, что это ограбление просто. Какой-то пацан. Вообще, врат, тебе есть его с кем сравнивать? По-любому доволен, но насколько. То есть вот чем... Все-таки, ну, по боям тоже у нас с Джагангиром, даже после боя с Екатеринбург, была мысля, что вот парня ведет кто-то очень грамотный. По боям? Да. Имеется в виду, кто кого дает? Нет, в целом готовит. С соперником. А готовит? Ну, готовит, конечно, мы уже сколько под руководством Гастан Алиярс, 18 лет. Мы очень большую любительскую базу прошли вместе с ним. Но у тебя и менеджерит тоже? То есть бои тоже подбирает? Нет, бои, я сам общаюсь с менеджерами бывает, мне скидывают. Но пока не было ни одного боя, от которого я отказался, который мне скидывали. У меня есть менеджер, он находится в Дубае, это Руби Спорт, если вы были, но слышно, может. Есть, есть, мы его выкладывали. Они даже Руби у себя на странице тоже выкладывал его. Это не эти? Назима Садыкова менеджер. Назима Садыкова. Многих бойцов. Да, многих бойцов. Из UFC, там, других организаций. А что там вот с Тапури и менеджера ты что-то рассказывал? Были разговоры с Тапури и менеджером тоже, но как-то не пришли какой-то единой мысли, наверное. И как только мне предложили бой, и после того, как я с Лаврентием подрался, у меня был... Через два месяца я подрался уже в Дубае и в Ариус. И я думал, чем простаивать сейчас, я буду в ожидании того, что этот менеджер, тот менеджер, я лучший. Вот если мне дают условия, дают бой, я соглашаюсь. И он, я доволен своим менеджером, он тоже создает мне хорошие условия, и он все оплатил мне. Сейчас я вот в Дубае, когда он мне перелет оплатил, проживание в Дубае оплатил. То есть не организация, а именно... Организация оплатила мне билеты, а именно проживание в Дубае. И так на ход ноги, на карман тоже он мне дал. Поэтому не жалуюсь, тоже хороший менеджер. Сейчас какая у вас стратегия в дальнейшем? Сейчас у меня предстоит 18 октября бой с Никитой Михайловым. Где? В Версиси. Версиси. Именитый соперник, бывший боец Беллатар. Также Мухаммада Эминова выигрывал в Fight Night, забитый Жусупова. Очень хороший соперник, сейчас будем готовиться на него. А там, после того, как выиграем его, будем смотреть по планам. Контендер, скорее всего, сейчас будет закрываться, потому что сентябрь, октябрь уже последние карты. Идет разговор о том, что в Саудовской Аравии еще контендер хотят провести в ноябре. Но если получится туда попасть, то буду рад. Даже я буду готов, допустим, после этого боя, смотря уже по состоянию здоровья, допустим, на ноябрьском турнире выступить. Если не получится, то будем напрямую стремиться туда попасть. Потому что в Fight Matrix я сейчас на 81-м месте в своей весовой категории. Я думаю, после этого боя я еще больше в рейтингах поднимусь. Потому что я смотрю, все, кто рядом со мной в рейтингах, это или UFC бойцы, или такие бойцы, как Ренат Ховалов, Косум Косумов, которые тоже близки ко всему тому, чтобы подписаться в UFC. В Fight Matrix, на самом деле, там непонятно, кто это ведет, на что они ориентируются. Но в целом, да, это интересно, то, что ты на таких позициях. По Никите Михайлову, вот это довольно... Ему 25 лет, да, не сказать, что много для этого спорта. Но он успел за океаном тоже подраться. Неплохо, в принципе, дрался. Ты говоришь, вот уже наперед смотришь, то, что после Никиты, там, вот туда-туда-то. Это не может тебя подвести? Или ты вот психологически точно уверен, что ты его пройдешь? Я визуализирую только свою победу и ничего более. Потому что ни капли сомнений у меня не должны быть по поводу того, что я должен, не знаю, то, что проиграю этот бой. Конечно, я готов к любому исходу, к тяжелому бою, потому что соперник тоже опытный, через огонь и воду прошел. И просто не хочется даже и капли задуматься о поражении. Отлично. Мне кажется, менталитет бойца. Ментальность, да? Ну или ментальность, да. У нас просто есть такие тоже бойцы, которые вот только о победе думают, но они неадекватно оценивают свои силы, а потом проиграют. Да. Нет, я думаю, у вас таких проблем не должно. Нет, это его точно не касается. Но ты понял. Как вообще, брат, с оценкой себя у тебя? То есть, если такое, что... Тут такой баланс нужно удерживать тоже. В целом, не обязательно об этом что-то обозвучивать, но есть некий баланс. То есть, ты либо себя и не недооценивать, и не переоценивать. То есть, насколько ты умеешь себя на себе, на свои силы и так далее, объективно смотреть со стороны. То есть, или все-таки в этом тебе помогает тренер, или там, я не знаю, команда, которая говорит, что типа, нет, брат, ты здесь себя переоцениваешь, или нет, брат, ты тут себя недооцениваешь. Ты типа можешь здесь. Наверное, все-таки перед боем бывает то, что я больше себя недооцениваю, чем переоцениваю. Потому что я так же вот говорю, настраивался на тяжелые бои, и так получалось то, что я в первом раунде все завершал. Когда уже, допустим, до боя еще месяц-полтора, но я уже всегда стараюсь там вперед смотреть. Или, допустим, там мне скидывают гонорар, там, грубо говоря, 400 плюс 400. Я уже сразу в голове просчитываю, что я 800, короче, выиграл. Не считаю никогда, что, допустим, блин, а может быть такое-то, что я проиграю, и мне 400. Я думаю, нет, сразу, вот, 800. Но остается только выиграть, подвестись на бой. Главное, главное все в подготовке хорошо сделать. Чтобы когда ты оглядывался назад, ты понимал, что за тобой нету ошибок. И когда у тебя проходит хорошая подготовка, ты увереннее себя намного чувствуешь. Ты понимаешь то, что ты проделал хорошую работу. Ну, что должно случиться для того, чтобы, допустим, ты проиграл? Ну, конечно, никто не отменяет факт, что лаки панч может быть там. Ну, я думаю, что, не знаю, ну, тяжело-тяжело думать о том, то, что я проиграю. Ну, в принципе, я смотрел бои Никиты, вот, с колдуэлом вроде. Он такой темнокожий парень, он спину ему просто, я не знаю, очень легко брал. Мне кажется, с твоей борьбой ты еще легче будешь. Никите нужно работать над тем, чтобы не отдавать спину. Иначе, если она даст спину, он потеряет свою голову. Ты сказал про 400 плюс 400. И где тебе лучшие условия предложили? В UAE или RCC? В RCC, конечно. В RCC, потому что я Лаврентьева прошел, и уже... От соперника зависит, да, твои гонорары? Да, от соперника, конечно, зависит. Ну, я думаю, что Никита Михаилов, это тоже не слабая позиция. Это за этот бой такой вот тебе предложили? Побольше предложили за этот бой. Лям, возьмешь. Где-то так. Отлично, отлично. С каждым боем, брат, насколько ты чувствуешь, вот, вообще, в целом, интерес, там, кто, кого-то тебя проспонсировать, или с тобой, там, запартнерить, или в целом от других, может, в организации. Кстати, вот, да, ну, а я можете, не заинтересовались? Не только организации, может, там, не знаю, люди начали, типа, писать, ай, мильдет, давай, этот, тоже, тебе будем помогать, блабля, блабля, и так далее. Ну, типа, с каждым боем, я не буду, что тебе сейчас весь этот, прям, этот фарш предлагают, вот, ну, просто, может, типа, больше, чем раньше. По гонорарам или... Не только по гонорарам. По спонсорству, в том числе, не только по гонорарам. Ну, каких-то четких, прям, интересных этих не было предложений. Как тогда ты финансируешь подготовку и так далее? На основе гонорар выиграл и это все потратил? Накопленный капитал от боев. Я за этот год пять боев провел. Только в сентябре я дебютировал в Азербайджане, в Баку, и, считайте, за этот год уже пятый. Сейчас шестой бой будет у меня. У меня была зарплата тоже, с которой меня уже сняли, потому что я перестал выступать по любителям. Я числялся в спортшколе у себя там, в Волгородской области. И сейчас уже идут другие переговоры. Нет даже, знаете, каких-то надежд про спонсирование. Я просто двигаюсь дальше, иду к цели, а оно само все приходит. То есть ты сам себя финансируешь, по сути? Нет, есть братья, которые тоже помогают. Братья — это родственники? Земляки, не родственники. Друзья, близкие, взрослые. Каждого, поименному, перечислять не буду, но я думаю, каждый, кто из них услышит, они поймут, о ком идет речь. Также я у себя в Волграде на зарплате тоже у земляка одного. У него большой S-комбинат, завод, и у него числюсь я. Ежемесячно тоже платит мне зарплату. С какого момента? С 2021 года, когда я первый раз первенство России выиграл. Принером с того момента. Как это, брат, случилось? От тебя услышал он? У моего тренера хорошие связи просто. А, это опять же тренер? Да. Краснодарик? Да. Нашел тебе земляка и золотые гады. Да, да. Как важно. Связи решают. Однозначно, однозначно. Многим людям просто главное все правильно преподнести. Они даже, допустим, не могут не разбираться в этом спорте, но они тебя увидят, твои бои увидят, и они уже готовы будут тебя спонсировать. Не знаю, мне вот Тахир Абдуллаев рассказывал, говорит, один бизнесмен наш пригласил. Ну, не то, что пригласил, а его свели, короче, с ним. И что-то ему рассказывают, вот спортсмен, как-то так выступает, там, выигрывает, крутой. И этот бизнесмен говорит, слушай, зачем тебе эти бои? Давай, говорит, типа, бизнес, мы дети. А в Старе, говорит. Вот такие моменты тоже бывают. Семья, конечно, спонсора вот так найти и презентовать. Сам ты ему сам переговоры вел или тоже тренер подключался? Не, с кем? Вот с этим, с земляком. Не, с ним все эти переговоры тренер вел. Тренер вел, да. Погода, нормально смог продать. Да. Они близкие, друзья, давно дружат. Он сейчас в Азербайджане находится. Тоже бывает в моих. А организация не заинтересовалась таки? Какая варьер? И они мне предложили на сентябрь-октябрь бой. То есть, ну, из-за условий ты принял вот это приложение? Да, да. Зачем мне в Юэй Варьерсу драться, если, допустим, грубо говоря, они предлагают мне 3 плюс 3. А если мне предлагает 5 плюс 5. А если посмотреть, ты никогда так не мыслишь, да? То есть, наверное, там соперники будут проходные. В Юэй Варьерс? Ну да, и там файт-пасс, не файт-пасс, может заметят за границей. Я думаю, что... Набьешь рекорд и дальше будешь не гостить. Ну, в RCC мне уже тоже непростые бои предлагают. И я считаю, что если я считаю себя лучшим бойцом, то я должен драться с лучшими тоже. И не отказываться ни от каких боев. Ну, вот, допустим, в Юэй Варьерс мне первого предложили соперника этого японца. Я сразу на него согласился. И думаю, что Юэй Варьерс на данный момент нету никаких-то громких имен. На 61 килограмм с кем можно было бы подраться. Наоборот, как раз подраться с тем, кто, типа, не громкий. Проходные боицы. Да, ну, забить себе рекорд, да. Типа, чуть-чуть. У меня качественно все. Пока что все качественно идет. У меня даже если вот суммарно смотреть, мои соперники, три моих последних бойца были, двое из них были непобежденные и Лаврентьев. До этого Шарапудин Атаев был 4-0. Лаврентьев и вот сейчас Японец 5-0. Когда с Атаевым дрался, мне писали там одноклубники, и вот сложный соперник, сложный соперник. Мне тоже, на самом деле, жути нагоняли перед боем, говорили, непростой бой будет, соперник сильный. Тоже мастер спорта по Союзу. Но я просто видел, с какой позиции он дрался, с какой позиции я. У меня было, допустим, 2-0, у него 4, но я знал, что какую любительскую карьеру я прошел. Я видел, как он на любительских турнирах проигрывал. Люди просто этого не видели, они только профессионально его карьеру смотрели. По любителям ты очень много кого побил. Как этого парня? Зайнуков, по-моему, да, еще? Курбан? Да, Курбан Зайнуков. У вас вот с ним как-то, я не знаю, доктор остановил, да? Да. А не было переговоров, что вот с ним риманешь, еще что-то? Были на самой ранней стадии, когда я только начинал профессиональную карьеру, сделать с ним бой. Ну, мы с тренером, они нам предложили одни условия, ему сказали совсем другие, и как-то не получилось, не состыковались. И я думаю, то, что тоже на ранней стадии этот бой был бы не так интересен людям, допустим, как когда у каждого из нас был бы рекорд 6-7-0, и мы подрались бы за титул какой-нибудь организации. Тогда этот бой было бы намного лучше продать. А на ранней стадии друг другу ломать карьеру, зачем? У него своя дорога, у меня своя дорога. Тоже правильно. Скажи, вот у тебя полноценная жизнь сейчас, вот, тренировки в Волгограде, у тебя нет планов как-то переехать, я не знаю? Может, в Москву, может, в Таиланд, еще куда-то, и там уже проводить свои, скажем так, дни? Глобальных планов переезда не было, только, наверное, о сборах думаю чаще всего, там, на сборы поехать, потренироваться, потом обратно вернуться, потому что у меня родители, им нужно помогать, сестра тяжело. Если только жениться, тогда можно уже о глобальных планах думать, что переезда. А пока что я просто семья живу, и не могу отлучаться от них, им тоже моя помощь нужна. А если ты будешь зарабатывать, оттуда пошлять? Или нужна помощь именно физическая, сюда поезжать? Тогда уже, конечно, уже поинтереснее будет, когда уже большие деньги, допустим, я смогу родителей обеспечить, чтобы они, допустим, даже не выходили на работу. Это уже другой разговор будет. Пока нету таких возможностей. А как со спарринг-партнером у тебя в Волгограде? Есть очень крепкие ребята, вот, спарринг-партнеры. Иногда, правда, сачкуют, не приходят на спарринги. Ну, а так, есть, кто может дать конкуренцию. Ну, конечно, лучше было бы, если бы я выезжал на сборы, там, в Таиланд, в Америку, в ту же Москву. В Дагестане я не собираюсь ездить, потому что я один раз туда поехал, да, они очень травмоопасны, только если с профессионалами работать. А вот мужчина, наш земляк, из мясокомбината, он не может тебя там, допустим, просмонсировать, чтобы ты месяцок попал в Таиланде? Я думаю, может. Ты задумался об этом? Я сейчас после... Попробовать там что-то, так, тренироваться? Мне мой менеджер уже скинул деньги на Таиланд, на билет. После этого с Михайловым я, скорее всего, полечу туда, проведу там кэмп. Если получится на One Championship, может подерусь, может нет. Если не подерусь, то обратно прилечу, и мне нужно активно начать заниматься визой. Я, скорее всего, хочу полететь в Бахраин и начинать уже... Сначала сделаю туристическую себе визу, полечу на сборы туда, заведусь какими-то связями, потом обратно прилечу, и если, может, какой-то зал мне отправит приглашение, я сделаю уже рабочую визу. Ты имеешь в виду в Америку? Да. А куда бы хотел? В какой зал? Да. Не знаю, Килл Клифф неплохой зал, А.К.А. Потом, где Алжимана Стерлингс, Мирабо, тоже хороший зал. Так без разницы. По весу, наверное, А.К.А. это, наверное, твоё было бы прям. Да. И по весу, и вот по стилистике тоже больше по борьбе работают ребята. А было бы такое внимание там? Ну, я думаю, нет, конечно. Ну, я думаю, что я не буду нуждаться в внимании, я сам как губка буду впитывать всю информацию, я буду с ними бороться, возиться, и от этого улучшаться. А так у меня всегда есть тренер, который позвонит, подскажет, мне скажет, что я не так делаю, я там, допустим, на видео засниму, схватку или спарринг, или какие-то отработки покажу ему, и у меня поправит. А я, честно говоря, Any questions есть. Я больше хочу понять, как вообще в этом все-то... Ну, понял, пришел, но в целом, то есть, там, до Гарсонали, там, я не знаю, или, может, во времени, вот, то есть, насколько ты ментально сам от собой работаешь, то есть, насколько ты сам себя внутри менеджеришь, насколько ты сам себе полностью хозяин в плане, типа, вот себя... Ну, откуда вопрос, давай так. У нас много, кто пытается быть бойцом, кто себя пробует, кто становится бойцом, но всегда где-то там, в общем, спотыкаются, очень часто. То есть, прям бойцов на уровне, учитывая наше население, учитывая, в целом, то, что мы, там, на Северном и Южном Кавказе самое многочисленное государство, очень мало. Вот. Отчасти, как бы, ну, наша теория с Джархангиром, то, что люди сами по себе, как бы, не умеют... У них нету достаточно дисциплины, нету умения себя вести правильно, как бы, смотреть на себя, опять же, объективно, объективно оценивать свои силы и пихаться туда, куда не надо, или не пихаться туда, куда надо. То есть, там, если... Допустим, человек может либо простаивать очень долго, и думать, что он, типа, очень супер боец, вот, там, пару боев что-то забрал, и потом долго-долго сидеть, от всех боев отказываться, потому что ему не предлагают, там, миллион долларов гоноров. Либо человек может быть, как бы, думать, что, типа, асасу рейды, главное, типа, чтоб сердце было, и можно, типа, там, в любой бой лезть, и даже лезть на соперника, который, ну, сильно лучше тебя тренируется, сильно больше тебя тренируется, и так далее. Вот. Пока что, маша-алла, как бы, ты каких-то вот этих вещей, как мы видим, избегаешь, и ты довольно, брат, ярко выступаешь. То есть, там, в Якате, например, ты, там, прям, очень впечатлил, идёшь хорошо, маша-алла, я не знаю. В целом, как бы, интересно мне, насколько ты над собой работаешь, или это всё-таки твой просто характер, как бы, и всегда таким был, и просто так получилось. Нет, конечно, я над собой работаю, я читаю очень много книг про психологию, я смотрю все бои, я изучаю ментальность каких-то бойцов, там, результат не заставит долго ждать. Когда ты делаешь всё удовольствие, вся информация, которая есть, у тебя в голове она откладывается в нужное место. А когда у тебя другой ход мыслей, допустим, ты делаешь отработку треугольника, а думаешь о том, как ты выйдешь в тренировки, пойдёшь с пацанами гулять, конечно, у тебя не отложится это в голове, и ты не сможешь это применить во время боя. Поэтому эта вся цепочка, она правильно выстроить её нужно. Ну, вообще, досуг как у тебя? Как отдыхаешь, не отдыхаешь? Отдыхаю так же, как и все, наверное. Аккуратный отдых в ресторане. Покушать, посидеть, да. Кофе попить. В целом режим дома у тебя какой? Две тренировки в день? По самочувствию нет у меня такого, что я стабильно два раза в день пошёл, потому что каждый человек, у него организм индивидуальный, кто-то может по две тренировки в день выдерживать, кто-то не может, и я по самочувствию работаю, и когда я чувствую, что я перегрузился, мне нужно отдохнуть, я отдыхаю. Когда я чувствую, что нужно чуть-чуть добавить, я добавляю. Первый профбой, да? У тебя в Азербайджане какой был первый профбой? Первый профбой, да. Вот. Какая организация была? НДЖФ. НДЖФ, да. Мы за критику. Да, ну нет ещё такой организации в Азербайджане, которая, допустим, на фоне других СНГшных промоушенов выделялась бы как-то. Уровень слабый, если честно, откровенно говоря. Как бы не хотелось бы этого говорить, потому что это моя родина. Ну, я что есть, так говорю. А с СНГ, допустим, кто тебя, например, впечатляет? Октагон – хорошая лига. В Узбекистане Мурадов – хорошая лига. В России ACA, RCC, ну, в России это понятное дело. Потом, если ещё ближние и зарубежние посмотреть, в Таджикистане тоже есть. Не самая хорошая лига, а у них поток бойцов с других стран очень много. Не с других стран, а в других странах, которые тренируются, которые дерутся. Допустим, вот Сарварджор, Хамидов, кто там сейчас в UFC дерётся, Нурло, Алиев, и они все по разным местам, но при этом они все представляют Таджикистан. У них есть единство. Любительская школа у них очень хорошая. Они хорошо спонсируют своих бойцов. У нас в Азербайджане с этим чуть-чуть слабовато, как сам знаете. А сколько ты знаешь, как хорошо спонсируют новое государство или в целом люди? Наверное, всё-таки люди. Люди больше заинтересованы, чем государство, я считаю. А где государство спонсируют? Мне кажется, нигде. Это у нас просто все привыкли к государству. Я тоже, да, не понимаю. Многие жалуются на то, что, допустим, государство не уделило им внимания. Здесь их где-то обделили, забыли про них. У государства, я думаю, что у самих достаточно дел там бывает. И, допустим, не до спорта. Я не знаю, в спорткомитете кто там сидит в Азербайджане, но просто профессиональные бойцы, которые добиваются результатов, не уделяют им такое внимание должное, как, допустим, уделяют других СМГ странах. Ну, по крайней мере, ММА – это медийный спорт, не олимпийский. Там больше к этому склоняются к олимпийским видам спорта. Но там тоже своих проблем хватает, на самом деле. Лишь бы они там... Ну, вот сейчас последняя олимпиада, посмотрите. Наши же спортсмены выступают за другие страны и добиваются медалей золотых. Кто у нас выступил? Один этот, за Молдовь? Подзюдо я видел тоже. Подзюдо – это один усманов, Насиба в первое место. Уже второй раз занимает. Были, были. Ну, а что делать спортсменам, когда, допустим, их должным образом не спонсируют, у них не хватает денег, у них там, допустим, семья дома, их нужно кормить и одновременно тренироваться. И поэтому, получается, то лучше условия предлагают, и они туда уезжают. И за это никак нельзя их критиковать, я считаю. Критиковать нужно только то государство, которое не выделяет должное внимание на это. А самих спортсменов – ну что? Ну, опять же, мне всегда казалось, что там в олимпийском виде спорта, ну, на олимпийский виду спорта в Азахабаджане какое-то все-таки внимание есть. Влад, но если там, я не понял, какой район там из олимпийского комплекса сделали какой-то, я не знаю, что-то то ли кафе, то ли что, непонятно. Серьезно говоря. Да, ну, и вот я тебе скажу, у нас, например, в Джар-Лабаде есть. А он же в каждом этом стоит, это олимпийский комплекс почти в каждом районе есть. У нас даже в Джар-Лабаде есть. Там не функционировал. Огромный был. Там пусто. Пусто, нету специалистов. Это очень большая проблема, нету специалистов. Да и в целом, я думаю, все-таки в Азахабаде грамотных тренеров бойцам же должен тренер вести. А глава грамотных тренеров тоже. Специалистов нет, а те, кто приходят из-за рубежа, они, я не знаю, там, болгарский тренер по тяжелой атлетике ставил своих, там, не знаю, Зелимхан Гусейнов там из Кавказа там тоже тащил, так как нет, наверное, своих. То есть, ну, тут такая попалка о двух концах. Что мы хотим вообще получить? Надо растить, наверное, все-таки кадры, да, хороших специалистов, когда туда вкладываться тоже, не знаю, или привлекать из-за рубежа именно своих, которые что-то делают. Ну, в первую очередь, наверное, не хуй самих было, должно быть желание развиваться, потому что, если у них не будет желания, никто, я думаю, что их не заставит. Так что, я думаю, тренера нас сейчас увидят, услышат и начнут развиваться. Да, да, с этим проблемой. В целом, брат, ты бы выделил какой-нибудь там, просто, ну, наверное, по нации выделять легче всего, это, ну, самое видное, скажем, что. Но в целом, вот, за время тренировок, там, разъездов, сборов, выступлений, вот, допустим, есть ли такие, допустим, это дагестанцы, или, может, это кто-то там со Средней Азии, кто тебя прям, но привлекает, как в целом их бойцы привлекают, видишь какие-то у них некие паттерны, которые, вот, бойцы, допустим, с Таджикистана, или с Киргизии, там, супервыносливые. Вот, я могу сказать про киргизских бойцов, то, что это супервыносливые, да, бойцы, и супертерпеливые. Чтобы их заставить сдаться, я не знаю, тяжело очень заставить их сдаться. А, допустим, по голове, то есть, кто супер, ну, такие головастые, умные, очень тактично к боям подходят? Тактично умно, наверное, все-таки за ребежом больше подходят. Да? Да. Они больше в ментальном плане готовятся к бою, их там учат визуализировать, как правильно подходить к боям. А у нас как привыкли, там, просто выйти, делись, оставь последнее, там, на характере, вот это вот. Не говоря, допустим, там, пусть у тебя в голове, допустим, ты проиграешь какой-то сценарий, который у тебя будет в бою, чтобы когда ты вживую оказался в нем, чтобы это для тебя была привычная ситуация, потому что ты в голове, это уже в мозге, эта ситуация произошла. И когда это вживую происходит, ты этому не удивляешься. А когда ты не думаешь даже об этом, и у тебя это происходит, ты начинаешь ловить панику. Я бы сказал, что в Дагестане, опять же, и физически, и ментально, и психологически там, ну, нереально, потому что, сейчас я смотрю то, что там, ПФЛ, они тоже захватили, финалы дагестанские бывают, и в плане того, что грамотно подойти, они тоже вот, очень сильно преуспели. То есть, они знают те моменты, которые знают только за рубежом. Опять же, за счет того, что они очень сильно там внедрились в эту систему ММА. Такой пример про них, брат, это когда один из наших бойцов, имя назвать не буду, Подмосковье, помнишь, дрался. Мы года два, три назад, мы поехали. в Подмосковье, брат, какой там местечковый турнир. До пандемии их же делали очень много, вот, типа, делали там, в каждом спорткомплексе, муниципальном, делали какой-то турнир, вот, на один такой... Колизей-то был, я коротко скажу. Колизей, да. Вот, поехали туда, человек подрался, подрался с соперником из Дагестана, получил, в голову прилично получил. Как бы, мы просто с ним поехали, он тоже, ну, без особой подготовки, видимо, подрался, проиграл бой, и лежит, и ему плохо, брат, он человеку, как бы, по голове настучали, ему плохо. И мы сидим, типа, ну, у него ненормального этого нету, секунданта, то есть, там, я помню, Джорангер пытался секундировать. Когда, брат? Нет, ты ему что-то не выкринили? Ну, я это залок кричал. А, залок кричал, да? Ну, вот, я говорю, Джорангер пытался секундировать, потому что, потому что у него в углу никого, по сути, там, никого не было, вот. И, в общем, брат, соперники, вот, угол соперника подошел, и нам начал рассказывать, что надо делать, типа, чего у него может быть с головой, и так далее, и что надо делать, как ему надо лечь, и так далее. Вот, потому что, ну, у них как будто, вот, на характере, то, что говоришь, это как будто фасадом кажется, что, типа, вот, они на характере, на самом деле, они как будто... Камни там, камни, да, они на самом деле, очень грамотные, брат. Наши впечатления, как тех, кто не выступает, просто там с телевизора смотрим, вот, нам кажется, вот они довольно грамотно ко всему, и к боям подходят, к подготовкам к своим подходам. Если честно, я что заметил? Что-то с друзьями обсуждаем, очень много сейчас, вот, в Дагестане все развивается, параллельно с боями, на самом деле, я вот смотрю там в интернете, все SMM-щики, я не знаю, все крипто-цыгане, ну, в хорошем смысле этого слова, да, вот, кофейни, я не знаю, там очень хорошо, парфюмерный, ну, это ладно еще, ну, то есть, вот, очень много сфер, вот, медицина, допустим, да, они прям, очень сильно развиваются, там, очень много докторов наук, вот, из Дагестана, очень много, и, большинство из них, лезгины, они реально, вот, во всем так развиваются, даже в Азербайджане сейчас, я думаю, не так, я сейчас смотрю, допустим, маркетологов всяких, то есть, возревание очень слабо, по сравнению даже с Дагестаном, хотя там, ну, казалось бы, целая страна, там, очень много населения, да, есть все-таки проблемы, наверное, в системности наших людях, то есть, подход другой, ну, да, да, я по этому и говорю, что вот у тебя, он чуть-чуть, как будто даже визуально отличается, что ты к себе подходишь, чуть-чуть по-другому, в отличие от других, вот, дать сюда свои плоды, иншалла, что так и было дальше, вот, помимо боев, бывает ли так, что, типа, надоедает, прям уже, надо, типа, хотя, вот, чуть-чуть, там, чем-то себя отвлечь, подрался, типа, сколько, как-то отдыхаю, ну, сколько-то отдыхаешь после боя, вот, книги ты читаешь, какие книги читаешь, то есть, какой у тебя тут, прям, помимо боев, какое-то хобби, интерес и так далее? Мне это не надоедает, потому что это мне приносит удовольствие, и я, я кайфу от того, что я веду правильный образ жизни, и выстраиваю свой режим, дисциплина, и я думаю, если твоя работа приносит тебе удовольствие, и ты реально наслаждаешься от нее, то она никогда тебе не надоедает, и ты постоянно будешь пытаться развиваться и стать лучше, ну, как я могу отдыхать, потому что я вижу то, что мои соперники там дерутся в лучших лигах мира и зарабатывают большие деньги, у меня нет времени отдыхать, мне 22 года, о каком отдыхе я могу сейчас думать? Могу о отдыхе думать только тогда, когда я завершу уже свою профессиональную бойцовскую карьеру, а так. У тебя есть бойцы, на которых, типа, смотришь на их путь, хочешь повторить, или там на них ориентируешься, на их ментальность, на их... У каждого бойца свои плюсы, нету прям такого, то, что именно на ком-то одном я делаю акцент, у каждого что-то свое беру, каждый по-разному настраивается, каждый по-своему подготавливается, что-то у кого-то какие-то плюсы. Например? Какой плюс у кого возьмешь? Например, я возьму хороший плюс у Джорджа Сен-Пьера, это то, как он настраивался на бои, и я недавно слышал его историю про то, как он проходил мимо, и у себя в голове задавал самому себе вопрос, черт возьми, у меня скоро очень такой громкий бой на Мэдисон Скорр Гарден, и я смотрю на эту бабушку, и ей вообще не до боев, и она вообще не будет волноваться о том, что подерусь, а не подерусь. Так почему я должен так сильно думать о том, что, допустим, там, что произойдет в бою? Я просто, это такая же моя работа, как и у других. Давай так, по одному качеству от бойцов, допустим, вот психология одного бойца, выносливость другого, ударка третьего, и борьба четвертого. По психологии, ментально. Кого ты очень... Джон Джонс, ментально очень сильно. Вы слышали, да, историю, когда он за день до боя с Густавсом, что делал? Покснюху. Вы слышали? Нет. В клубе был, да, да. И где-то, по-моему, за 10 дней вообще не тренировался, и просто вышел, выиграл его. Ну, это да. Ну, он, брат, он, я не знаю, талант. Талант, минует талант и ментально, ментально он очень хорошо настраивается на бои. Поэтому, наверное, такой тяжелый бой провел. Когда первый был, Хорошо, что ты еще выиграл. Да, да, там же разногласия, что вообще может поиграл этот бой. Ударка. Ударка мне нравится... Хабибе. Шанамелье хорошо бьет, точно бьет очень. Мне нравится его ударка. Борьба, естественно, это самый дикий контроль это у Хабиба. Также нравится мне, как комбинирует борьбу Ислам Махачев. Как он вовремя проходит, допустим, смешивает удары с борьбой. После того, как он проиграл, я забыл, как этого бразильца звали. Адриана Мартинс. Адриана Мартинсу проиграл. Посмотреть, если внимательнее его следующие бои, он больше вообще в стойке, можно сказать, не дрался. До того момента, пока не набрал полную уверенность для себя. Когда бой с Дэн Хукером начался, он сразу в ноги прыгнул. До этого бои тоже с Бобби Грином он тоже сразу в ноги прыгал. До того момента, пока он полностью не обрел уверенность в своей стойке, он не работал. Сразу своим сильным сторонам. Кто тебя вообще больше импонирует? Тяжелый очень вопрос. Я даже не задумывался об этом. Да, давай так, я тебя спрошу. Как говорится, через всю карьеру UFC. Как ты думаешь, кто больше прогрессирует? От первого боя до последнего боя. Кто больше спрогрессировал? Хабиб или Ислам? Ислам Махачев более разносторонний боец, но контроль Хабиба Нурмагомедова он неповторим, скорее всего. Думаешь, это как бы от природы? Да, у каждого из них свои плюсы. От природы, да, они оба сильные физически, но Хабиб умеет в нужное время правильно пользоваться своими кондициями. То есть он не устает. Он когда контролирует, он не устает. А вот по Махачеву боям мы видим то, что он контролирует, где-то теряются стойки, у него может что-то не получать, стейкдаун и он начинает уже уставать. По контролю нет, потому что когда он приходил, только-только первые два боя, да, допустим, против Шаларуса, я не сказал, что он прям, да, у него очень слабый контроль был. Теба вообще не обсуждаем, да, то, что он не посадил ни разу. Да. С каждым днем он прибавлял и за счет ЭК, он работает так же, как вот, допустим, Кормей или Веласкес, если ты посмотришь прям головой там у сетки, ну, вот все фишки он вот в этом зале он набрал в себя и делал, наверное, это лучше всех в этом зале. Поверхенды в ноги. Но что у него точно от природы, это его выносливость, то, что ты говорил, да, его одноклубники, тоже он всегда вот прям работал, нескончаемая энергия какая-то. А по контролю, по борьбе, да, он очень много набрался в Икее. Для отдыхалки бегаешь? Не, для отдыхалки спаррингуюсь, борюсь. То есть, я думаю, я не знаю, некоторые люди как мыслят, они говорят там, побегай, ты отдыхалку наберешь. Ну, тебе драться надо, тебе не бегать надо. Если ты хочешь отдыхалку, чтобы у тебя была, да, чтобы у тебя была отдыхалка, чтобы ты бегал, иди побегай. Но тебе нужно максимально чаще проводить в той сфере, где ты будешь драться, допустим. Бегать, наверное, над тем, кто вторым номером работает. Но это просто, видите, людям, допустим, там привили, все думают, что если они это делают, то им тоже это поможет. Мне просто, я почему спросил, я этого Мурада Алиева вспомнил, наш боксер. У него тоже спросили, он говорит, брат, я вообще не бегаю. Он боксер, абсолютно не бегаю. Говорит, тренинг, типа, зачем? Я же, да, я по рингу не бегаю. Ну, давайте так тогда посмотрим. Хабиб бегал, самый выносливый боец. То есть, если с другой стороны посмотреть, я тоже согласен, в принципе, с этим мнением. Но человек просто каждое утро бегал, там вставал там 7 утра, я не знаю. Хабиб не подтягивался бы. Постоянно, ну да, он бы слава потягивался, как это, как это, Но все равно, его отец больше, ты не был, отец все равно, то есть, он не налад. Мне кажется, бег это больше про объем легких, да? Есть что-то, пользуясь по-любому, есть. Вот мышечная и выносливость, какая нагрузка будет, то есть, ты борешься, вот такая нагрузка тебе нужен, чтобы мышцы привыкли, были выносливыми. Чтобы легкие развивать, тоже еще есть дыхательные практики разные, они тоже очень хорошо помогают. Скнишь мне? Да, обязательно. Йога? Нет, Вимхоф, может, слышали. Как? Вимхоф, Вимхоф. Вимхоф, это который? Японский? Сибель Даппл? Да, ледяной человек его еще называют, который на Эверест, по-моему, там, в одних трусах забрался. Благодаря своей дыхательной практике, он контролирует весь процесс своего организма, своим дыханием. Ты как это? Пробуешь? Дыхательную практику? стабильно делаю. Рабочие? Да, я понял одно то, что, когда появляется, допустим, ситуация, когда у тебя суета, если ты не будешь контролировать ход своего дыхания, то это суета тебя поглотит. А если ты вовремя сделаешь вдох и выдох, и все отпустит. То есть, чтобы равноверно все было, не прерывалось, чтобы до темп твоего дыхания. Это так же, как и в беге, наверное, марафонцы, так же, в одном ритме должны дышать. Просто в беге, брат, есть же этот, опять, есть дыхание, есть колени, то есть, ты можешь, типа, набрать дыхание и отдать колени. Такое дело одно другому. По книгам, брат, в целом, насколько, типа, как часто читаешь вообще? В период подготовки к бою в процессе весогонки, наверное, больше всего начинаю читать. Когда уже ближе в бой я подхожу, чтобы, допустим, там, мне надо бывать какие-то там ненужные мысли, чтобы убрать их, начинаю уже читать книгу, чтобы полностью уйти туда в нее. Да, да. Какие книги? Там только по саморазвитию? Последний сейчас книгу читаю «48 законов власти», до этого читал «Самурая без меча», еще до нее «Сила подсознания». Ну, в основном, вся психология. Как по поводу развивать свои навыки переговорщика, допустим? А сколько, типа, правильно всегда все там отдавать менеджеру или тренеру, или приходится ли с самим менеджером или тренером вести переговоры? И целый, насколько вот в этой стезе то есть имеет смысл где развиваешься или пытаешься развиваться? Нет, конечно, я думаю, что все должно обговариваться, потому что у каждого своя точка зрения и каждый какую-то свою правду видит в каком-то разговоре. Я думаю, что нельзя полностью всю ответственность передавать там полностью менеджеру или тренеру. Своя голова на плечах тоже должна быть. Ну, конечно, там, в период подготовки, чтобы не отвлекаться на какие-то ненужные вещи. Нужно, чтобы тренер за тебя все сделал. Пару вопросов по семье. Отец, родители работают? Да, также работают на рынке. На рынке работают, да. Вообще, с детства, то есть, по отношению с отцом, у тебя как? Ты все-таки больше советуешься с отцом дома или у вас всей семье советуетесь по поводу твоей карьеры? Или ты вообще домой вопросы карьеры не приносишь? То есть, типа, это... Спортивную карьеру я вообще никак домой не приношу, и они никакого вообще отношения туда не имеют. А Сав что-то делает, мы доверяем. Да, они... Ну, они видят, что я все правильно делаю, у меня все хорошо получается. Я думаю, что и нету нужды с их стороны какой-то там, допустим, советов по поводу боев. Я говорю всегда маме, я говорю маме, или отсюда, у вас своя работа, у меня своя работа. Я не говорю, не могу лезть в вашу работу, потому что я не знаю так хорошо, как знаете ее вы. Также вы не знаете мою работу, так как я ее знаю хорошо я. Поэтому я думаю, будет, допустим, неразумно, если я буду тебе давать советы, допустим, по своей работе, а ты мне по моей. А в целом по карьере, допустим, вот карьера бойца, брат, что ты считаешь, что больше... Какие факторы могут тебе вот больше всего мешать вот в развитии твоей карьеры? Это там лишние знакомые, родственники, или там друзья, которые куда-то тащат, или еще что-то. Что опасно, считаешь, что может представлять опасность в развитии карьеры бойца? В данный момент опасность нам, наверное, все-таки может доставить война, которая происходит вся. Кто знает, может, всех сейчас мобилизует, и мы поедем уже воевать. Я думаю, единственная, вот это самая основная причина, которая нам сейчас может помешать. Либо смерть, ну, Всевышнего свои планы, я думаю, то, что если у тебя есть голова на плечах, и ты понимаешь, что это тебе не приносит пользу, то нужно уже и отталкиваться от этого. А вообще с выступлением за рубежом из-за всей ситуации создает эту сложность? Нет, потому что у меня двойное гражданство. Я думаю, что не должно никаких проблем быть, если я буду представлять, допустим, грузинский паспорт. А, ты грузинский и грузинский паспорт? Но при этом ты жил в Баку, да? Да. У родителей нет в Бакуинском? Точнее, из гражданства? Нет, тоже грузинский у них. А вы они когда-то переехали туда в 90-х? В Азербайджан? Да. В Азербайджан переехали в 2007 году. В Волграде я родился, мы жили, и в 2007 году они решили, что... А ты куда? Из Грузии переехали? Да, из Даманеси. А в связи с чем? В Россию или в Азербайджан? В Азербайджан, там дом купили, может, я, честно, даже не интересовался, я маленький был, даже не интересовался, почему они решили сделать. Ну, они купили дом в Азербайджане, квартиру, и переехали туда, и не пошла работа, и обратно вернулись в Россию. Я вижу то, что ты ездишь в Грузию, там тоже в село родное, там все стоит, жизнь кипит, да? Да, да, конечно, все-таки много воспоминаний детства, я много времени проводил в Грузии, у бабушки с дедушкой, также и родные родственники все там. Но в Баку я тебя не вижу так часто, очень редко. В Баку, в Баку я последний раз только на своем бое был, у меня не так много родственников в Баку, много знакомых, ну, и, в принципе, в Баку, если ехать, то на отдых, наверное, все-таки. Тренироваться там не особо много мест есть, а карьеру там строить тоже не собираюсь, потому что сами видите там, что происходит. С бойцами нашими, с кем-нибудь там общаешься на постановку? Да, я со всеми бойцами стараюсь быть на связи, всем доброжелательно отношусь, никому зла не имею, стараюсь только помочь и всегда стараюсь мотивировать своих близких друзей, с кем я земляками общаюсь, чтобы они тоже выступали и добивались результатов. Я только рад бываю, когда наши земляки где-то там, допустим, вот Тагир Абдулай, когда выиграл EA Warriors титул, я очень рад был. Неужели представитель Азербайджана, такой титул завоевал и уже на слуху получается. И у меня также есть близкий друг Эльбе Калышев, он уже два года не выступает. Каждый раз после боя я ему звоню, я говорю, Эльбе, когда твоя очередь придет? Сейчас уже планирует на ММА серии с подраться, он сентябрь-октябрь смотрится. А как у него с здоровьем он вылетелся? Сейчас уже потихонечку вся пришел. планирует все-таки встать на ММА серии. Он мне всегда говорит, ты мой мотиватор. А он только из-за травмы ушел? Как ты думаешь? Какие-то были моменты с лигой, какие-то проблемы там по поводу не договорились с условиями. Ну, он ушел из хардкора, это окей. А вот дальше-то есть другие предложения? Дальше у него даже, можно сказать, и менеджера нет как такового, кто его вел бы. У него нет менеджера. Он пытался в Европу попасть, продавал на визу Шенген, и ему два раза отказали. И после этого он пришел к решению то, что сейчас будет в России драться. Очень странно. У нас еще другая информация. То, что ему предлагали, он отказывался. От каких боев? По-моему, если не ошибаюсь, 1FC, да? Даже предлагали? Не знаю. Что-то там такое. Были разговоры о том, что ему должны сделать бой 1FC, но они его так и не сделали, если я не ошибаюсь. Да. Они его не сделали, он в ожидании был этого боя, они ему не сделали, и он улетел. А так, таких каких-то серьезных предложений не было. Я думаю, если они даже были бы, я бы о них знал, потому что Эльбек мой близкий друг. Давно знаком? После того, как чемпионат... Нет, Манаповский, Абдул Манапа турнир выиграл, тогда мы с ним познакомились. Потом провели вместе сборы. Давай Эльбека обсудим. Он очень мышечный товарищ, наш брат. И как ты думаешь, вот он в некоторых крайних боях он, мне кажется, закислялся и вот уже на волевых дрался. Это может ему помешать, я думаю, сильно. Как ты думаешь, как он может выбраться из этого? У него что-нибудь, что-то история. У него каждый раз что-то получается. в тот момент он уже когда подводится к бою, то у него допустим, там живот болит, то он где-то неправильно восстановился. Что-то идет не так. Я не знаю, с чем это связано. Со здоровьем. Наверное, все-таки да, он очень много здоровья по детству ставил. Он занимался дзюдо и очень много перетренировался и это все сейчас дает свой осадок. Я еще знаю, что у него там одна проблема тоже есть со здоровьем. Я просто не хочу говорить, чтобы не было преимуществом для соперников. Может быть, кто-то посмотрит. Вот, да, есть такое у него. Ну, ничего, будем ждать. Это хорошая новость. Я думал, он же все, типа, а то он нам говорил, что у тебя возможно не вернусь. Он мне тоже говорил, я ему говорил, что ну, а чем ты еще будешь помимо этого заниматься? Надо. Тем более, он еще молодой. И Арсенал бы ему увеличить, а то, мне кажется, уже все понимают, что он будет делать. Ну, я думаю, сейчас Эльбек всех удивит, как иначе, когда поделятся. Точно, он намного лучше стал, чем раньше. У него тоже, вот видишь, он чуть завязан, то, что он вот в Истре завис, тоже далеко и там не с кем тренироваться. Было бы хорошо, если бы он здесь... Сейчас он добавил три раза в неделю в Москву ездит. Ездит, да? Да, я ему говорил, я ему много раз об этом упоминал, потому что если он будет оставаться быстро, он не будет развиваться. Если, говорю, ты хочешь улучшаться, то тебе нужно ездить в Москву и работать с разными спарринг-партнерами, а не только с Ядом. Да, потому что, блин, знаешь, это очень далеко, два часа, по-моему, если не ошибаюсь, полтора-два часа, блин, это очень долго. Ну, я не завидую ему, конечно. Автонабель Машин, но я, что, ладно, на самом деле, ему было бы. Ну, положение, пока не позволяет у него купить машину ему, но... Чисто поджопник, чтобы... Надо работать ему, надо работать. Я много раз ему говорил об этом, я думаю, что сейчас, ища-ла, у него будет все хорошо в карьере, все хорошо сложится. Ища-ла, ища-ла, будем ждать. А то у нас так немного бойцов. Да, выбирать не из кого-то. Поэтому, да, каждый, каждый важен. Все, на все, брат, но я схватил сдох здесь. По-моему, я тоже. Я, это... Я, я нормально, Пинни-то делать. У нас еще есть время, если можно было бы еще... Ну, если у тебя есть вопрос, ладно, давай. Матросов? Нет вопросов, я матрос, брат. В принципе, все, что-то, вот. Чуть-чуть, а-а-а-а... Так, 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 ты нацелен сейчас, вот, RCC подраться, и дальше уже, наверное, данного это контент, если получится, да, залететь. Хотя, ажем последний, Грешно, октябрь, и были слухи о том, что в ноябре может Саудовской Аравии пройти, ну, это неподтвержденная информация. туда тоже ты хочешь завететь, и уже ей все. Да. Ты еще что-то хочешь? Давай запишем что-нибудь, типа, подписывайся на наш канал, там туда-сюда. Подписывайтесь на наш канал, там туда-сюда. Готово. Там есть кнопка подписаться, на нее нажмите. Колокольчик. Она бесплатная. Колокольчик поставьте. Не пропустите наши апдейты. Через полгода, может быть. Не, хорошо. Все, пойдем покушать. Пойдем, брат. Как сауни.